Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить про тактический нож. В рамках нашего тактического проекта хотели найти как раз нож, который будет вписываться, который будет подходить под описание тактического ножа. И вот, собственно, такой оказался в закромах родины. Ну и в целом, что про него можно сказать? Это нож для людей, которые любят открывать консервные банки ножами и рубить ножами. Собственно, для резки он не подходит. Ну и дальше я объясню, почему. Вот такая радость. Сам нож весит больше 200 грамм. Плюс еще ножны тоже стремятся примерно к этому же весу. И, в общем, у вас почти 400 грамм. Вещи, которые не режут, но рубят. Толщина обуха 5 миллиметров. Сведение, то есть подвод начинается где-то буквально один миллиметр. То есть это такое топоровое сведение, которым удобно колоть, но невозможно резать. Особенно продукты. Строгать тоже неудобно, потому что угол захождения лезвия, когда вы строгаете, будет настолько огромным, что нож просто не может зацепить стружку даже. Сталь заявленная симхром 17 молибден ванадии с твердостью 57 единиц по роквеллу. Ну, в принципе, для загорода это нормально. Это нож, который можно там быстро на коленке поправить и резать им дальше. Ну, при условии, что, конечно, им можно резать. На ножнах для этого даже предусмотрен такой брусок с алмазным напылением. Ну, достаточно грубый, где-то, наверное, 400-ка будет. Также на ножнах есть огниво. Я пробовала из него высекать искру. То есть это типичное такое китайское огниво, которое дает очень слабый по температуре и маленький столб искр, которому даже невозможно поджечь абсолютно сухую тонкую бумажку. Так. Также на ножнах есть стропорез. У меня он замотан изолентой, потому что стропы вы вряд ли будете резать, а вот все вещи в рюкзаке, если положите его туда, вы точно порежете. В целом, острый, да. Резать будет, но не то, что хотелось бы. Рукоять ножа выполнена из прорезиненного пластика. В принципе, материал очень цепкий и сама форма рукояти в руке сидит хорошо и руку заполняет. То есть, в принципе, такая форма для работы удобна. Некоторые сомнения вызывает сама конструкция. Ручка этого ножа снимается и открывается очень интересная картина. Кстати, снять ее можно только, если у вас есть с собой торекс. Ну, сейчас разберем, увидим интересную картину. Вот на такой сопле держится вся рукоять. Также можно увидеть, что на рукояти есть вот такие полоски кислотного цвета. Они светятся в темноте. Ну, по идее, это должно как-то облегчить поиски ножа, учитывая его цвет такой песочный. Но, понятно, их хватает ненадолго. То есть, ну, это же светонакопитель. Ну, какое-то время, наверное, полчаса они проработают, а потом все. Этот свечащийся элемент выдыхается. На ножнах петля подвеса выполнена, ну, достаточно широкой. То есть, туда пролезет как стропа от рюкзака, так и любой тип ремня. То есть, на поясе их носить можно вполне спокойно, но, опять-таки, учитывая вес ножа, ну, это будет некомфортно. Плюс, опять-таки, если не заматывать тот же стропорез, чем-то не прикрывать его и полностью не закрыть вот этот брусок, ну, эти все вещи будут вам драть штанину, драть рюкзак, драть куртку. То есть, скорее, это все-таки для ношения в рюкзаке. Так, ну, собственно, а почему сам нож оказался у меня, если он, ну, скажем честно, достаточно посредственный? Ну, подкупила его цена и такой общий вид, вызывающий доверие. И на первый взгляд нож вызывает доверие и кажется, что для туризма он подойдет как нельзя лучше. Но перед покупкой всегда стоит хорошо вчитываться в описание и, например, внимательно читать про толщину лезвия и сведение ножа, потому что это критически важно. То есть, будь у него толщина лезвия, предположим, 3 мм и вменяемое это сведение хотя бы 0,5 мм, он бы уже отлично резал и выполнял все свои функции в походе. Опять-таки, вот эти вот жуткие ножны заменить там на обычный ABS-пластик легкий, не делать вот эти все навороты, хотя, в принципе, идея с бруском, она неплоха. Абсолютно бесполезный стропорез, абсолютно нерабочая огнива, а это все лишний вес, который вам придется таскать на себе. Ну и мой личный опыт. Нож ходил со мной поначалу несколько походов. Ну что сказать. Получалось реально, им рубили, а не резали. Потому что ты пытаешься подрезать там палку на колье, вырубить жерди для костра, чтобы подвесить тот же котелок. И понимаешь, что нож не может зарыться в древесину, и намного легче, учитывая его вес, просто эту палку срубить. Я не могу категорично утверждать, что этот нож вообще не стоит внимания, учитывая его цену меньше 2000 рублей. То есть всегда найдутся пользователи, которые найдут ему применение. Ну и, например, при желании его можно переточить, поднять подвод, и он уже начнет как-то лучше резать. В принципе, за такую цену, если есть желание, его можно приобрести, его можно улучшить, но с определенными минусами. То есть человек должен понимать, а для чего ему, собственно, такой нож. То есть, ну, например, такую вещь я могу спокойно отдать другим людям, не бояться, что они как-то его сломают, там, испортят. Будут пытаться вот те же консервные банки открывать, что часто бывает в походах. Отломают ему там кончик, загнут режущую кромку. То есть, ну, с таким ножом этого просто не произойдет. И его можно спокойно отдать в общественное пользование, например. Ну и, собственно, почему этот нож можно считать тактическим? Во-первых, это его расцветка. То есть, темный клинок, такая камуфляжная песочная расцветка рукояти ножен. И плюс, это дополнительный функционал, который закладывает производитель. Заточной брусок, стропорез, огниво. Общий какой-то дизайн. Как выясняется в процессе использования, это абсолютно бесполезные вещи, которые только утяжеляют конструкцию ножа и в чем-то делают его даже непригодным к использованию. Вот такой нож, такая история. Всем пока. Друзья, у нас на нашем канале появился мерч. Это крутейшие кружки, настоящие походные кружки с оплетенными ручками и с авторскими рисунками. Здесь, до встречи в поле. А также кепки, патчи и целая коллекция значков и патчей по походной и археологической тематике. Заказывайте. Продолжение следует...